Сегодня у нас в гостях Татьяна Шитова, актриса театра кино и озвучивания, правильно? Ну да, если до конца, то да. Доброе утро, Татьяна. Доброе утро. Доброе утро. Значит, голосом Татьяны, да, в России говорят наши любимые. Скарлетт Йоханссон, Натали Портман, Эмма Стоун, Кэмерон Диас, Марго Робби и многие другие голливудские актрисы, персонажи видеоигр даже, вот, и так далее. А еще Яндекс.Алиса в смартфоне, умной колонке и автомобильном навигаторе. Татьяна, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Всем доброе утро. Ну, давайте начнем. Сейчас многие нас слушают в автомобиле и пользуются, естественно, навигатором, и ваш голос всем знаком. Вот, и просто интересно сравнить вот то, что мы слышим в навигаторе, вот то, что слышим сейчас живую речь вашу в эфире. Вот в навигаторе, во-первых, как долго вы записывали все эти фразы? Мне кажется, ну, понятное дело, что там есть определенный набор, но ощущение, что там так много слов, что нужно было несколько лет записывать. В общем, как это было? Нас интересует, собственно, как бы сам процесс. Ну, я могу сказать, что Алиса, это такой затяжной был эпизод в моей жизни. Писали мы действительно ее долго, по-моему, Алиса существует три с чем-то года. Вот. Писали. Сначала готовился большой-большой выпуск Алисы. Прямо несколько месяцев мы плотно работали. Но, опять же, мы плотно работали, потому что пытались плотно работать, а период затягивался, потому что я не всегда могла писать только Алису. Да, у вас помимо Алисы всегда есть еще какая-то работа, которую нужно сделать, выполнить. Там тоже горят сроки и так далее и тому подобное. И окуналась вначале я вот этот проект, знаете, я никак не понимала, куда мы идем, что это? То есть, когда ты не ведаешь, что происходит, поэтому ты как бы так, а ну да, ну давайте, а ну да, ну давайте. Ой, у меня нет времени на запись. Вот, поэтому такой был достаточно затяжной. Поначалу затяжной процесс, потом все уже хотели, конечно, прийти к какой-то цели. Объем действительно большой, фраз, слов, текстов, вот. И вот вышел первый такой выпуск Алисы. Дальше уже Алису немножечко добавляли, корректировали, там, какая-то была там, нужна была какая-то терминология, например, определенная, да, корпус вот такой терминологический, добрасывали или делали, ну вначале Алиса была, как мне кажется, более дерзкая, но это тоже, наверное, в силу того, что записи были трудными, и поэтому передавалась, наверное, вот эта черта характера, наверное, она передавалась. А потом ее, конечно, немножко пригладили, потому что границы ее расширились, да, и потому что она, Алиса, разговаривает и с детьми, да, ноль плюс, и со зрелыми людьми. Алиса, поставь музыку. Нет! У нас одно время забава была, мы разговаривали с Алисой, задавали ей вопросы, нам было интересно, как она будет отвечать на какие-то каверзные вопросы. Так. На вопросы с матом, и мы были, конечно, удивлены, что она, ее можно было вывести из себя. Ну, то есть, откровенно, она, ну, она, допустим, ты ей что-то говорил неприятные, я ей неприятные вещи начинала говорить она, и я был, честно говоря, очень поражен, когда она меня попросила, да, просто заткнуться. Ну, не так это было. Любезно попросила. Ну, любезно, любезно. Самое главное, как только мы называем это имя, а у нас еще, да, в эфире звучит группа одноименная, то нам пишут сообщение, ребята, у меня навигатор с ума сошел, вы обращаетесь и включается она. Я думаю, вот сейчас многие наверняка написали. А вот, кстати, был ли какой-то кастинг, вот по какому принципу выбирали голос? Это же целая нейросеть, наш ответ с иностранной Сири. Безусловно, знаете, кастинг был, это называется как «без меня меня женили». То есть, ребята, безусловно, представители Яндекса, они к этому, к моему голосу подходили. У них был вот этот внутренний кастинг, да, плюс существовали у них другие нейросети, у них есть там «Оксана», то есть какие-то уже заходы, вбросы, вот попытки этого происходили. Как утвердили, вот прямо я не знаю действительно, ну почему именно выпал этот билет мне, ну вот он так выпал. Говорили мне про аналогии, да, вот этого какого-то там электронного друга, еще чего-то. Приводили же мне пример из моей собственной озвучки фильм «Она», где там именно голос Скарлетт Йоханссон звучит, а ее как бы в кадре никогда нет. Ну там в конце она появится, где как бы вот «Меня сто тысяч я» есть, да, такой. А я когда картину-то озвучивала, я не хотела ее писать. То есть пришла картина «Она», где Скарлетт Йоханссон нет в кадре ни разу. И я прям говорила, я говорю, ну подождите, зачем я буду ее писать? Я говорю, меня закидают яйцами, потому что все, наверное, любят голос Скарлетт Йоханссон, да, с каких бобов я, Таня Шитова, буду в целую картину вот так звучать. Я говорю, это какая-то подстава, я очень не хотела писать эту картину, вот. Но потом мне убедили, что нет-нет-нет, эта картина идет в прокат, на всех языках она переводится, то есть мне, ну, так надо. Вот, и стали писать эту картину. Все, и это был отдельный кусок моей жизни. Причем картина, я была тоже, знаете, немножко недовольна в том плане, что мне не нравилась идея, что электронный друг заменяет молодому человеку, герою, все его окружение. То есть я прям была противницей, я говорю, ну как так, это неправда, нужно жить реальной жизнью. Что происходит, почему? То есть, да, да, почему как бы электронное... Да, да, я вот прям, у меня был какой-то... Я даже запомнила этот фильм. Обычно, да, актеры дубляжа редко помнят, ну, помнят фильмы, но далеко не все. Вот у нас тут спрашивают, ну, естественно, очень много вопросов, и в том числе про Алису. Вот, Татьяна, когда вы едете в такси, разговариваете с водителем, они ничего не подозревают или вспоминают, что вот... Мне кажется, Татьяна не разговаривает с таксистами. Да, да, в свете нынешних событий я могу сказать, что чем я... Чем одни артисты отличаются от других, конечно, нет. Я не разговариваю с таксистами голосом Алисы. Я разговариваю абсолютно... В жизни я разговариваю вообще своим каким-то голосом, отдельно взятым. Нет-нет-нет, такими пародиями, пранками я не занимаюсь, нет. Так, тут спрашивают вас, Татьяна, по поводу озвучки компьютерных игр. Любят ваш голос, знают даже игры, ну, и мы их перечислять все не будем, тут огромное количество, от Ведьмака до, я не знаю, до Мино. Так вот, нет, компьютерный... Ведьмак — это фильм, да, я правильно понимаю? Есть и компьютерная игра, и фильм, да. Овервотч, Ведьмак, да. Так вот, сложнее озвучивать компьютерных персонажей или живых актеров в кино? И вообще, чем отличается? И отличается ли? Отличается, отличается, да, вот, потому что этот процесс происходит немножко по-другому. Если кино, я вижу на экране бегающих артистов, да, и у тебя сразу картинка... Бегающих. Да-да-да, справа налево. Тебе легко, ты уже как бы в этой ситуации находишься. А в компьютерных играх зачастую, допустим, может быть, ролик сделан и снят, а сама игра не снята, и у тебя только есть фразы. Вот ты смотришь на экран, у тебя ничего нет, кроме предложений, фраз, кто сказал, что сказал. И режиссер тебе все время, каждую минуту объясняет, как бы, в какой ты сцене, в какой ситуации сейчас находишься, чтобы понимать, как... А режиссер дубляжа, он вот так же, как режиссер... Вы же закончили театральное училище. Да. Вообще, у вас цель... Давайте я про театр, про театр чуть позже, я все-таки про режиссера дубляжа. Он отличается от режиссера, который вот в театре. Ты так же должен раствориться, актер должен в нем умереть режиссер. Он так же может вот... Он тебя направляет, или ты ему партнером являешься? Угу. Я бы сказала, что в кино все равно главным кукловодом, так же, как и на театре, остается режиссер, потому что именно он знает все, чего может артист не знать, да. Именно он должен из тебя что-то вылепить, да, или направить. Но, с другой стороны... Это и в театре, и в кино, и в озвучке, ну, то есть это всегда так. И еще, знаете как, все по-разному работают. Я люблю работать с режиссером, когда, ну, у нас какой-то доверительный момент. Да, чтобы было некое партнерство, когда... Потому что бесполезно делать, пытаться делать хорошую работу, когда вы с режиссером на разных планетах, и он что-то пытается чего-то добиться, а ты даже не понимаешь, чего, да. Что вы хотите, я не понимаю. Да-да, я считаю, что такой союз бесполезен. И более того, потом, да, вот, ну, с годами так и получается, что какие-то режиссеры с тобой работают, а какие-то не работают. Ну, потому что мы на разных языках. То есть я даже считаю, что это справедливо. Ну, не надо выколачивать Буратино, да, какому-то Папе Карло, если там не получится. Не то полено, да. А бывало такое, что когда вот, я не знаю, там, Америка или еще кто-то утвердил уже вас на роль, да, ну, я имею в виду актрису или актера озвучки. Утвердили, и режиссер, значит, сидит, слушает, и говорит, стоп, это там не Том Круз. До свидания. Наш российский. Наш российский, да, да, да. Бывал такой? Или это уже все? Если утвердили, значит, можно уже спокойно, там, я не знаю. Хороший вопрос. Я даже даже, 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 как же на него корректно ответить? Мне кажется, ну, знаете как, я думаю, что имеет место быть, это не есть шаблон, по которому следует, но, в принципе, если захотеть так сделать, то можно так сделать. А как называется эта площадка? В кино это называется съемочная площадка, в театре, там, на сцене театра, а вот здесь, а здесь как это названо? Студия звукозаписи. Студия звукозаписи. На площадке студии звукозаписи произошел конфликт между режиссером. Ну да, конечно, случались, и конфликтные ситуации случаются. Конечно, из-за меня голосов. Есть сообщение. Татьяна Игоревна, спасибо вам за блистательную работу над фильмом «Она». Вы просто потрясающе озвучили голос Карлетт Йоханссон. Такая передача чувства и эмоций через голос, что такое ощущение, что рядом с героем действительно был человек. Вы разукрасили фильм. Спасибо, Игоревна. Это тот фильм, за который я как раз все время волновалась, как петон биографии. Татьяна, для вас голос, как и для нас, в принципе, радиоведущих, это инструмент, рабочий инструмент. Вы как-то дополнительно бережете его, оберегаете, готовите к работе? То есть есть ли какие-то секреты, может быть? Ну, вообще с голосом у меня всю жизнь была проблема. И, например, работая в театре, да, на площадках больших, у меня все время пропадал голос. Я его теряла прямо так, дня на два, на три. Вот мне звонят родные, а я там, что там, мне, кто это? Где Татьяна? Я не могу сказать, что это я, да? То есть у меня периодически, все время, вот у меня были эти проблемы с голосами. Вот до потери, до того, что он не может восстановиться, я что-то где-то лечилась, еще что-то. Вот, а потом он, ну, есть такая действительно, знаете, теория, что ну, как-то потом прокричится, и уже не будет пропадать. Ну, в общем-то, ну, так и случилось. Вот с этими всеми моими передрягами ужаса. И вот когда гастроли, там, театр, у меня пропадает голос. Это страшный сон, страшный сон. Мне все время снижение, что вышло на сцену, сказать не могу. Вот. Ну, а потом вот как-то уже он... Мне казалось всегда, что вот театральная русская школа, может быть, это не так, вы меня проверните это, она как-то способствовала тому, что, ну, вспоминая наших, там, актрис, которые, там, дымили, как паровоз, или, допустим, взять того же Джо Кокера, который голос свой сознательно сажал выпиванием, там, Минздрав предупреждает, пенного напитка и сигарет в том числе, чтобы голос, так сказать, он грубел, он был чуть ниже, и тогда, и тем самым становился бархатным, чтобы был больше разукра... глубоким. Потому что сегодня актеров озвучки, я вот, ну, сейчас их... Как-то раньше можно было попасть по блату, а сейчас как-то, вот, мне кажется, это расширено, да, можно, ну, достаточно отправить демо, и, возможно, тебя возьмут, потому что актеров, которых нужно озвучивать, их там в фильмах много, ну, и в сериалах в том числе, наверное. Я просто не знаю. Что я хотел спросить, теперь я забыл. А, вы каким-то образом вот издевались над своим голосом так, чтобы он все-таки, ну, там, был ниже и так далее? Нет, нет, наоборот. Или, наоборот, вы его храните. Да, 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 я расту, поэтому уже курение, алкоголь, это уже не для меня, нет, нет. Поэтому у меня голос пошел на повышение. Катяна, вы помните первую свою озвученную роль? Да. Что это была за героиня? Да. И есть ли какое-то к ней, может быть, особое отношение? Есть, действительно. У режиссера Майорова я озвучивала главную роль, по-моему, фильм назывался «Ловушка времени» или «Стрела времени». И я его как однажды озвучила, с тех пор не видела, вот лет там 20 или сколько этому фильму лет. И относительно недавно увидела. Ой, у меня очень добрые, хорошие ощущения, потому что я тоже, это было, я говорю, первый раз. Я актриса, да, я люблю смотреть кино, я увлекаюсь, я заражаюсь этим процессом. И помню, что-то они все время тоже куда-то перелазили через что-то, куда-то попадали в будущее, в прошлое. И я помню, что я страшно переживала, прямо как и героиня, что со мной произойдет. То есть я очень легко срослась с героиней. Другое дело, что помню потом, ну, прям параллельно существовал проект, меня брал Сева Кузнецов тоже писать главную роль, и я приехала на Мосфильм, это огромная студия, и ты стоишь, и она длинная, большая такая, этот он студия, и я потерялась. То есть я, конечно, озвучила роль, и мне было там, помню, я никак не могла пересмотреть этот фильм через какой-то, через год увидела его, думаю, да и нет, все нормально, все хорошо. Но волновалась я страшно, потому что, мне кажется, я вообще потерялась. Я вообще потерялась. Я ни текст не могла сказать, ни эмоцию что-то сыграть, ни с синхроном, как-то мне вот, ну, что-то вот, большое пространство меня как-то так придавило. То есть был и такой, один опыт очень хороший, другой, ну, такой тяжелый. А у вас есть профессиональные деформации, когда вы смотрите кино, вот вы не можете отключиться, и наблюдать за сюжетом, вы слышите постоянно своих коллег, как, скорее всего, вы всех знаете, да? О, вот это все, вот Кузнецов, Сева тут озвучивает. Вы даже не знали, да, что он в этом фильме, ну, над этим фильмом работал, но вы все равно слышите вот это. Или вы отключаетесь нормально? Я могу сказать, что я пыталась ходить смотреть кино с какой-то доброй фигой в кармане. Думаю, ну, я аж профи, что-то мне-то смотреть. И я, нет, я поняла, что я добрый зритель, потому что я покупаюсь, я начинаю вот сидеть в сюжете, я не знаю, кто. Я помню, я не узнал так, уже забыл в каком мультике, там, своего коллегу Даню Эльдарова. Я прямо ходила, все спрашивали, говорю, кто вот это озвучил? Кто? И потом я сказала, я была удивлена, я не узнал своего коллегу. Нет, вот в том-то и дело, когда мне, понимаете, говорят... Это высший пилотаж, извините? Да, конечно, это высший пилотаж. Так и должно быть. Когда вы смотрите кино, вы должны думать не о голосе, не голоса красивые слушать. Да, ну вот как тоже мне там кто-то сказал в свете вот событий, да, там, таксистов и какие-то там фанаты агрессивные мне тоже сказали. Да вы никто, и звать никак, и вообще все равно, какой у вас голос, и вас легко можно заменить, все это не имеет значения. А я могу сказать, что имеет значение абсолютно все в дубляже, да? То есть я понимаю, что человек не понимает вообще, из чего, как создается это кино. Важен тот, важен тот на 25-м плане, там, не знаю, пробежавший ребенок, или не ребенок, зверенок, не знаю, который сказал «А», и его будут озвучивать. И это важно. И важен, да, не знаю, как говорят, шум за сценой, важен. И важен там взлетающий самолет, как вам наложат вот эти шумы, да, друг на друга. Важно абсолютно все. Детали, мелочи. Ой, да не важно, вас заменят. Кастинг, он подбирается. Почему существует пробы, чтобы существовал какой-то этот ансамбль. Это все в купе, да, и звук самолета, и Татьяна Шитова, это все вот вместе должно быть. Конечно, и самое главное, что я говорю, вы должны смотреть кино и думать не о красивом голосе. Мне тоже порой, как ребята стучат искренне, говорят там, вы знаете, Татьяна, послушайте, у меня такой красивый голос. Я верю, мне кажется, это очень здорово, потому что у меня такого там красивого голоса нет. Актеры должны разговаривать с жизненными голосами. Красивый голос, это прекрасно, это правда не про дубляж, но иметь красивый голос, вы компьютерные игры не озвучили, голос знакомый, а вспомнить не могу, Виктор, озвучивали. Озвучивали, мы обоговорили. И Ведьмак, и Overwatch, много всего. Хотела бы поговорить об озвучке, вот вы сказали, ну и вообще мы знаем, да, вы профессиональная актриса, и профессионально озвучиваете фильмы. Но так часто бывает, что на озвучку, ну, тех же самых мультфильмов приглашают людей к не имеющему актерского образования. Вот вы как к этому относитесь? Это могут быть и... Что за люди с улицы? Радиоведущие вообще просто актер, ну, в смысле, певцы, вот известные люди таким образом. Да, да, селебрити. Это рекламный ход просто. Ну, я хочу оценку услышать. Да, ну, во-первых, эти наши селебрити приходят, действительно, потому что они могут собрать море поклонников, да? Вот, поэтому этот ход, этот ход может приветствоваться. Как я к этому отношусь, я скажу так. Например, я смотрела с дочкой мультфильм в свое время «Головоломка». Да, хороший мультфильм. «Головоломка». Мне он очень понравился. И я сижу и думаю, да кто озвучивает эту главную героиню? Да я не могу понять, кто. А почему? Мне безумно понравилось, а там прям такой витеватый рисунок у главной героини, то есть у нее и счастье, и радость, и горе. То есть она не в одном там ключе существует, да? Там можно прийти в одной манерке, посуществовать и уйти в ярко. И будет как бы сложиться. Вот. Я думаю, да кто же такой? Кто же? Тоже пришла, всех, значит, мучила. Я говорю, кто писал главную роль «Головоломки»? Мне говорят, певица Натали. Я, признаться, прошу прощения, не являлась поклонником творчества певицы Натали. Ну да, такое тоже бывает. Вот. Но я считаю, что работа, она говорит, она писала ее дольше, чем бы писали ее там профессиональные артисты. Работа выполнена, ну, по моему мнению, на пять с плюсом. Кому-то... Дальше уже, пожалуйста. Кому-то может нравиться, кому-то не нравится, дело вкуса. Мне понравилось. Говоря про, например, тоже помню, и радиоведущих, всех я, конечно, слышу. Знаете, как бывает иногда обидно, что, например, ты можешь представить радиоведущего на его рабочем месте, как это, бурлеский фонтан, а там, например, я слышу, ну, правильно направленный режиссером рисунок. Это все на достойном уровне. Никто не говорит, что это вот так вот плохо, иначе потом номер не прошел бы. Но я понимаю, что вот здесь хорошо, а где-то там гораздо лучше. Вот. Поэтому, ну, вот такое имеет место быть. Ну, сложно же, правда. Я, например, не представляю, как человек, пришедший один раз, чтобы позвучать кино, в мультике, да, точнее, это случается. Вот как он... Это же безумно сложно. Ну, правда, сложно. Ты занимаешься... Ну, представьте сейчас меня, я не знаю, на те же коньки. Ну, как я не катайся, да? Ну, все равно я как бы буду менять, с ним медведем. Вот. Ну, чуть хуже, чуть лучше. Вот. У меня такие ощущения. А еще, знаете, был такой опыт именно в кино. По поводу тоже вот озвучки. Был фильм американский с Наташей Водяновой. И она там исполняла главную роль. Этот фильм на английском, ну, на американском языке, да? Она исполняла главную роль. И прямо, знаете, когда много в кадре вот двух героев. Не когда вот боевик что-то, стреляет. Да, 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 да. То есть и прикрыться, там как бы не за что. И они все время выясняют отношения. И они выясняют, что каким-то мазохизмом, ну, очень сложное какое-то вот психологическое давление, вот какой-то тиватый рисунок. И приходит картина, и Наташа Водянова его озвучивает на русском. Она озвучила, мне сказали, она писала, ну, прям несколько дней вот саму себя. Хотя вроде саму себя, ты вроде знаешь, ты в теме. Казалось бы, легко. Она озвучила саму себя, и потом на предпремьерном показе, на внутреннем показе она посмотрела и сказала, переозвучьте меня. И я ее переозвучивала. То есть, вот, понимаете, вот у человека есть, например, вот такая пушка. А вот продолжение этой темы. Потому что нельзя скрестить себя с собой. Мы уже за эфиром начали говорить. Ну, это сложно, конечно. Это сложно. Еще с советских времен существует практика в наших фильмах, когда некоторых героев озвучивает не тот человек, который играет в наших русскоязычных фильмах. Да. Привлекают других известных актеров или актеров дубляжа. И мы иногда привыкли смотреть, ну, там, классику нашего кино, и уже потом, спустя годы, выясняется, что этот актер не своим голосом в этом фильме говорит. А так они срослись хорошо. Ну, и там, то, что поют не своими голосами, это ладно. Это уже, собственно, понятно. Мы уже привыкли. А вот то, что говорят в наших советских и российских фильмах, это тоже достаточно распространенная практика. Да, да, да. Была, оказывается, да. Это было давно. А вот почему так происходит? Как режиссер, наверное, решает, что актер будет говорить другим голосом? И как вообще актеру, который играет, его лишают голоса? Как он к этому относится? Это как-то вот мне сложно представить. Ну, то есть я могу, но... Ага. Знаете, есть такое, например, что актер смог сняться, но ему некогда себя озвучивать. Есть вот такое. А? Да. Особенно, если это сериал, да, там какой-то длинный. Вот. А есть... Я тоже к этому отношусь. Я вообще к дубляжу именно нашего российского кино отношусь, ну, не знаю, немножечко скептически. Сейчас скажу, почему. Потому что, во-первых, я не знаю, как действительно тот актер относится к тому, что его переговорили. Например, у него дефекты речи. Наши актеры страдательны дефектами речи. Американская школа посильнее. Они технари очень хорошие. Они прямо говорят все, от зубов отскакивают, как они говорят. А нет такого, что вот это изюминка актера с дефектом речи. Но он не должен же, он же не диктор. Он актер, и он такой, какой он есть. Ну, если в этом акцент, что, да, там, я играю, там, не знаю, например, если это акцент, я, например, играю стоматолога и немножко с эпилявлей, и мы делаем комитетское кино, тогда это, конечно, безумно дойдет. Вот, да? А если вы смотрите серьезную, там, драму или еще что-то, вам будет резать слух, что у вас постоянно вот этот громкий, да, чувствительный микрофон, и вы там будете «в» или «ш», «шепеля» ведь там, да? Вот. Ну, это не очень как-то. Да, да, да. Свистеть будешь. Так, понятно, так. Вот. А еще бывает, я сама не люблю, когда меня зовут переозвучить российского артиста, я сама всегда долго упираюсь. Я говорю, ну, а почему? Надо же там уже сыграло. Ну, все хорошо. Что же он не говорит? Ну, что... Пусть говорит. Раз уж сыграла, пусть говорит. Это очень смешно. Но, по-моему, нет, я, знаете, я просто... Да, хочется, чтобы наша школа, конечно, да, речевой аппарат пожививая. Подтянула. Ра, подтянуть. Есть такая тема. Вот. А так, правда, переживаю. Были у меня фильмы, я тоже говорю, зачем? Я говорю, девочка хорошо говорит в какой-то манере. И я тоже переозвучила. И я же сказала, говорю, зачем, не надо? Это прямо манера у нее влетает в десятку. И все. И, например, меня послушали и оставили правильно ту девочку. Есть разумные такие режиссеры. Есть... Знаете, я тоже не понимаю. Например, меня просили, а сделайте, как она. Ну, озвучьте, как она. А зачем? Я озвучиваю, пытаюсь озвучить, как она. Да, тогда я не понимаю. А зачем, как она? Когда есть она. Потом еще... Ну, вы, а точнее. Я никак не понимаю. А потом, значит, оказалось, я думаю, как-то я и так точнее. Ей-сяк. Ну, все вроде учили меня. Что вижу сцену, что происходит. Ах, точнее. Потом оказалось, что... Ой, нам нужно озвучить несколько сцен. Просто артистка, да, уехала. Нам нужно, чтобы вы, как бы, ее вообще голос. Я говорю, ребята, я не занимаюсь, правда, пародией и копированием голоса. Я настолько не влезу в эти штаны. Ну, никак. Это будет слышно, что чуть-чуть в картине она говорит, чуть-чуть я, потом чуть-чуть она, чуть-чуть я. Короткими перевяжками. Какими занимается наш кинематограф? Ну, хотели. Ну, номер прошел. Когда вот не договаривают, приглашаются. Потом получилось, получилось. А если видят, что, значит, актриса дубляжа немножко упирается, ей начинают... Так, чуть-чуть правда, и добавьте немножко еще. Ладно, скажите, и все. Нет, знаете, тоже помню, нет, помню, тоже какой-то снимались уже, там, я снималась, мы снимались, снимались, и какая-то девушка тоже говорит, актриса, режиссер, она говорит, ну, плохо у меня получилось, ну, можно я перей... Давайте переснимем эту сцену. Я вот там не дотянула, не доиграла ей тоже. Дотянем на дубляже. Дотянем. На озвучке. Да-да-да-да. Часто бывает, кстати, что во время съемок режиссер поругался или продюсеры с актером, и это в наказание актеру лишают голоса. Да, и вырублируют. Да, в нашем кинематографе есть такие примеры. А еще, для меня это стало, кстати, откровением. Есть один известный наш актер и режиссер, который часто за границей снимает, но фильмы здесь показывают. Он снял фильм, мы его все знаем. Ну, просто фильм. И когда его привезли сюда прокатчикам, показали, они сказали, нет, мы его в таком виде в кинотеатр не пустим. Они наняли Comedy Club. Вот в том, который он есть. Comedy Club переписали весь текст и просто переозвучили. Ну, то есть смысл фильма поменялся. Ну, картинка осталась. То есть они из МНК сделали комедию? Да, картинка осталась, а все переозвучили. Вот новый сценарий написали под существующую картинку. Как называется фильм-то? Кто режиссер? Потому что мы сейчас не понимаем, о чем речь. Разборка. Форсаж да Винча или что-то такое. Тюзка твой. Александр Невский. Давайте к Татьяне. Ну, вот видите, все бывает. Все бывает. Таня, скажите, пожалуйста, вот вы сегодня говорили, много наших слушателей спрашивало про то, что вы озвучивали компьютерные игры. А вы сами играете в игрушки компьютерные? Нет, не геймер. Знаете, у меня был страшно смешной эпизод. Нас собрали, я не помню, с какого проекта компьютерных игр нас собрали несколько героев. И они и приготовили, была такая тема, значит, у заказчика, что вот из этих вот показать вот этих, мы теперь вот, вот это герои, а вот мы. И какой-то новогодний был ролик готовился, чтобы вот, и как будто немножко с фрагментами игры нас садили за эти компьютеры. И поиграем. И мне тоже говорят, Таня, да не смотри ты на кнопки, когда играет, да, геймер, он так увлечен, он там пальцы ходит с нами. А то можно оказалось. Ну, это опыт. Что уж там говорить. Ну, а в телефоне у вас есть какие-нибудь, ну, я не знаю, шарики там? Нет, вот вообще нет. Никаких у меня нет ни шариков, ни ровных. А голосовые сообщения отправляете? Голосовые? Да, часто. Ну, потому что не успеваю написать, да. Поэтому отправляю голосовые сообщения. Быстро, причем, так я говорю, быстро и кратко. Кто не понял, я не виноват. А есть ли актриса, которую вы не озвучивали, но, например, хотели бы поговорить вот ее голос? Ой, нет. Нет у меня такой актрисы. Это, знаете, это как, тоже мне говорят, сейчас ты будешь играть такую роль, которую никогда не играл. я много уже играла и многих я озвучивала и известных и неизвестных голливудских артисток. Они все абсолютно разные, они все со своим рисунком, поэтому, ну, нет, и драматическая, и смешная, и комическая, и манерная. И когда такая, знаете, как вот в киллерах у актрисы такая сбивчивая речь, ты не можешь поймать, ты думаешь, что ж такое, да, вот ты сама с себя пришла и озвучила. Татьяна, а вот тут несколько вопросов есть. Вы сейчас разные жанры перечислили, вот слушатели интересуются, а когда постельные сцены дублируют, дублируют только слова или вот эмоции, вздохи и так далее тоже? Вот тоже есть разница, когда ты пишешь постельные сцены озвучиваю американское кино, и когда ты пишешь в российском кино постельные сцены. И это вызывает смех, да? Ну да, это, конечно, тяжеловато, ты не можешь донести людям, что не надо так, да, там постельные сцены, вот такой этот план, да, вот, побольше, как бы вот, ну вот, это уже, по которому вы не глядите, ну правда, зачем так? Ну у них как-то более жизненно, да, все, а у нас вот гиперболизировано. У нас всегда хотят немножечко добавить, вот они ручечку прикрутить, ну, это, видимо, как с тем примером, ладно, потом на дубляже вытянем. да, вот так, да, я так вот и переозвучиваю, кого-то, тоже не понимаю, почему. Ой, Татьяна, подожди, у каждого человека свой собственный, особенный смех, вот смех оставляется исходника, той актрисы, которая снималась, или все равно вы пересмеиваете? по-разному, бывает так, что... Пересмеивать это очень... Пересмею ее. Нет, нет, бывает, что нужно именно полностью актрису все дыхание и смехи, и стоишь, нет, никак, у нее смех, и пытаешься этот рисунок смеха ее повторить. Да, да, безусловно. А если можно оставить ее смех и меня, тогда мы должны очень хорошо друг к другу подходить, чтобы это не резануло ни в коем случае. Татьяна, а еще вопрос, а вот есть на сегодняшний день какая-то школа или институт по переозвучке? Или это вот... Ну, актеры Дубляжа. Нет, да, вот я тоже, вот сейчас, да, действительно назревает этот вопрос, об этом все говорят, потому что в двери, да, Дубляжа и студии стучится очень много человек, и это прекрасно, потому что, правильно, рынок огромный, нужны всегда голоса, а опыта, да, или где-то технически набраться какой-то базы, ее нет. Голоса мало, в общем говоря, одного голоса это мало. Естественно, это прям великое заблуждение, думаешь, что если у тебя есть красивый голос... Ну, многие так и думают. Вы слышали? Вот яркий пример. Я просто яркий пример. Да, да, да. Я просто яркий, надо только поговорить. Так, у нас 20 секунд осталось. Татьяна, спасибо вам огромное. Да, большое, огромное спасибо. Вам спасибо за прекрасное утро, которое мне подарили, насмешили. Спасибо вам большое. Ой, нам спасибо за смех, за рассказывать. Так это вы нас насмешили. Теперь мы знаем всю подноготную. Да, кто, что-то занимается сексом. Да, попробуй вас переозвучить. Так, теперь мы знаем, что это задумка режиссера, а не как это все происходит. Да. Что звук прибавили. Татьяна, удачи вам. Спасибо большое. Да, больше новых ролей. С удовольствием вас слушаем и будем слушать. И до новых встреч. И поворачивать в нужном направлении. Да, 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 спасибо. Счастливо.